Сохранение традиций и духовно-нравственных ценностей российского казачества стали главными темами Всероссийской научно-практической конференции «Баталпашинские чтения-2023». Этот научный форум проходил под эгидой архиерейского подворья собора святителя Николая Чудотворца в городе Черкиске, Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска и регионального отделения общества «Дуглавый орел» в Царьград. Мы проводим «Баталпашинские чтения» четвертый год подряд. В этом году они имеют всероссийский характер. Прежде всего, это обозначено тем, что мы работаем с молодежью, которая должна знать историю своего края. Конечно, это история казачества, история церкви. Это неотемлемые темы, которые связаны с нашим краем. Ведь станицу Баталпашинскую основывали казаки. Всероссийская конференция была приурочена к 135-летию Баталпашинского отдела Кубанского казачьего войска и 180-летию Покровского храма города Черкеска. На сайте церкви Александр Нартов рассказал интересные факты об ее истории. Первое письмо прихожан Баталпашинских датируется 24 ноября 1830 года. В нем казаки сообщают, что с момента переселения в 1825 году они лишились наслаждения слышать божественной литургии. Священниками Карачао-Черкесии проводится большая работа в российских архивах, в том числе и в труднодоступных архивах ВСБ. Найдено множество документов о жизни местных приходов, священнослужителей. Эти факты легли в основу книги Благочинного «История Покровской церкви». Обязательно, если храм есть, значит в нем были батюшки. И вот мой интерес был в том, чтобы найти их всех. И слава Богу, вроде бы это удалось. Была найдена 61 биография священников, которые служили здесь с 1825 по сегодняшний день. Не менее интересными были доклады, с которыми на конференцию приехали ученые из самых разных уголков страны. Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара, Ставрополя, Владикавказа, Пятигорска, Махачкалы. Каждым годом, сейчас это уже четвертый Башинский чтение, география участников расширяется, все больше специалистов привлекается к этому, значит они действительно популярны, интересны и ценны. Доцент кафедры истории России Северокавказского федерального университета Ольга Шафранова в нашей республике не первый раз. Баталпашинские чтения – очень важная веха в изучении нашего региона, уверена она. Занимаясь вопросами истории церкви и казачества, пришла к важному выводу. Российское казачество действительно является феноменом в культурно-историческом, правовом аспекте, поскольку мы знаем всю историю казачества, начиная с раннего средневековья, история заселения казачьих регионов и так далее. Не было бы казачество феноменом, если бы оно не возродилось в 90-е годы 20 века. Сегодня является важной и политической, и социокультурной силой, институтом гражданского общества. Доктор исторических наук Кубанского государственного университета Олег Ратушняк изучению истории казачества посвятил более 30 лет. На Паталпашинские чтения ученый приехал с докладом «Казачьи зарубежья как социально-исторический феномен». Заниматься исследованием было непросто, но интересно, признается Олег Ратушняк. Основная цель моего доклада – показать казачье зарубежье, как такое социально-историческое явление во всем его комплексе, то есть с момента создания, после гражданской войны и до фактической современности. Показать, какие этапы проходило казачество за рубежом в своем развитии, и основные ключевые моменты, связанные с его историей. Когда я начал заниматься этой темой, этой темой практически вообще не было известно, то есть мне приходилось, не было ни литературы, непосредственно показать, что по эмиграции было немножко лишь литературы. Источники еще первоначально были закрыты, архивы, и поэтому любой источник, любая информация, это каждый раз была целая находка интересная. Я был, когда в архиве, то первое время я в спецхранении сидел в комнате, где было всего два-три исследователя и заведующая отдела. А что вы для себя открыли, что запомнилось? Как купанские казаки сохранили свои регалии, потому что в условиях эмиграции, когда действительно это была ценность и культурная, и в определенной степени значимая материальная, сохранить, не разбазарить, когда сами казаки, мы дожили проголодь, когда их коснулась еще Вторая мировая война, потом надо было выехать и вывезти регалии в Штаты, и там продолжали хранить в тяжелых условиях. Ну а потом уже процессы возвращения регалии, на мой взгляд, это один из таких интересных и уникальных процессов. Судьбы священников, служивших в церквах Северного Кавказа и ставших жертвами воинствующего атеизма, являются хорошим примером стойкости и мужества, верности своим идеалам, говорит сотрудник Пятигорского краеведческого музея, доктор исторических наук Сергей Савенко. Мой доклад в данном случае посвящен истории церкви, в частности новомученикам. Один из священномучеников Михаил Лисицын, второй Петр Стефановский, он пока еще не имеет такого установленного, не причислен к лику святых, но тем не менее судьба у него также была очень тяжелая, сложная, как у многих других новомучеников нашей Русской Православной Церкви. Но в данном случае я уточняю некоторые важные, с моей точки зрения, вопросы их биографии, связаны с Кавминводами, конкретно городом Кисловодском, где они также жили в храмах, прежде всего в Крестовозбиринском храме станицы Кисловодской. В результате конференции, разработки ученых, результаты их исследовательской работы становятся доступными для широкого круга людей, в том числе и молодежи. Это очень важно, считает министр образования и науки Крачево-Черкисии Инна Кравченко. Отрадно отметить, что сегодня в чтениях принимают участие не только научные деятели разного уровня. Конференция – это всероссийская научная конференция. Это из Дагестана республики присутствуют сегодня у нас научные деятели. Из Ставропольского края, Краснодарского, города Волгограда в том числе. А также принимают участие студенты, молодежь. И очень много сегодня студентов из высших учебных заведений, среднепрофессиональных заведений. И они не просто являются пассивными участниками, они сегодня со своими докладами, тезисами будут выступать, в том числе и на секционных мероприятиях. Тема достаточно интересная. Тема посвящена казачеству, христианству на территории Северного Кавказа, в том числе Карачаева-Черкесии. Мы будем говорить о горском соседстве, в том числе на Кавказе, тоже интересная тема. Поэтому отрадно отметить, что сегодня молодежь Карачаева-Черкесии проявляет особый интерес к истории, к истокам своего народа. Потому что надо правильно интерпретировать явления, процессы, которые происходили в нашей жизни. Молодежи в зале действительно было много. На конференцию приехали студенты из восьми вузов и колледжей региона, представители разных национальностей и конфессий. Россия – это вообще большая страна, она многоциональна. И у всех историй есть вариант, но тем не менее мы являемся одной страной. И я считаю, что важно знать историю друг друга. То есть у нас много народов, и я считаю, что должны все, то есть, конечно же, должны знать историю русских, то есть, вообще становление, в принципе, России в целом. На этом мероприятии уступаю с докладом, который освещает важность сохранения традиций и обычаев в культуре казаков. Когда смотришь на симбиоз, на то, как разные культуры взаимодействуют между собой, это вызывает интерес и необходимость сравнивать, как, допустим, разные культуры реагируют на одни и те же обстоятельства. То есть это как раз таки говоря об актуальности сохранения традиций. «У народов Кавказа похожая кухня», – говорили студентка из Чечни Залина Хунгарганова. Большую роль в восстановлении дружеских связей между горскими народами и казаками сыграли институты куначества и аманатства. Прожив в семье кунаков, казачата обучались языком и обычаями своих соседей. И наоборот, дети из семьи горцев учились русскому языку и знакомились с русской культурой. У них было много общего, считает студентка Александра Ахметова. Поражает, что какие бы трудности и препятствия не были на пути, их сила воли, их дух, они никогда не сдавались. Они просто шли вперед, продолжали, не боялись. Именно такой формат, когда в одном зале, лицом к лицу, встречаются ученые, учителя, служители церкви и студенты, позволяет распространять важную и достоверную информацию. В наше время это более чем актуально. Сейчас идет борьба не только с силой оружия, не только новыми военными технологиями. Сейчас идет, прежде всего, идеологическая борьба. И уже много-много лет против нашей страны используется такая идеологическая доктрина, изменение истории, переписываются истории, придумаются новые факты, которых никогда не было. А те, которые были, факты, которые свидетельствуют о выдающейся роли нашей страны, в частности, в Великой Отечественной войне, они замалчиваются или буквально уничтожаются. И вот такие мероприятия, как Баталпашинские чтения, глубоко уверен, они значительно способствуют восстановлению исторической памяти. Это не просто мы поговорили и разошлись. Появляются сборники, остается что-то в наших головах. Вот студентов много, молодежи собралось. Они отсюда унесут то, чего они ранее не знали. Я в этом убежден и уверен. Именно таков итог всех Баталпашинских чтений. Все доклады и выступления публикуются отдельным сборником. А по решению первой конференции в 2020 году в Невкольском соборе города Черкеска был открыт Музей истории церкви и казачества. Хорошая помощь в воспитании подрастающего поколения на основе подлинной истории и реальных фактов. Субтитры создавал DimaTorzok